здравствуй народ вот моя печка есть маленький коротенький видос где я там ее в коробочке показываю а еще есть стрим последний на этот момент бытия где я зачитываю инструкцию к ней вот наша печка но временно она пока здесь стоит потом я уже ее пристрою куда надо туда меня горшочек вообще уже сегодня за сутки за двое суток второй раз горшочек в этом горшочке делаю картошечку но она в общем сейчас как бы давно я даже отражаются она как бы готовая но она остыла за и вот сейчас я ее немножко как бы подогреваю в общем то у нас тут есть у нас тут есть градусы от 100 до 250 откуда лет режимы конвекция так поняла но это видимо то что вот огонек куда этот сверху греется тиша не ори снизу греется и можно сделать как у меня сейчас сверху снизу греется я пока не поняла смысла вот сверху снизу или одновременно греется тут включение выключение этой самой печки и таймеры до 60 минут сейчас я вам чутка покажу я тут уже это сегодня мне подкинули идею добрые родственники и так как я этой страшной штукой пользоваться не буду иначе бы я вот эту штуку не купила я вот сейчас организовала себе не знаю когда сказать помещение маленькая кухонная там на полочке крышки тут у нас сковородки и кастрюльки всякие прибамбасы я вдруг поняла что некоторые вещи которые из той квартире взяла но вообще мне ни к чему а некоторые одну как бы хотят чтобы их выкинули в итоге я их завтра вынесу мусором короче вот у меня теперь свободное место и в это место я потом засуну свою сушилку тут вот этот и вот эта фиговина вот до этого у меня было на противочек на противешке вот на этом на противне но моя тетя мне выдала что можно на решетку ставить вот кстати сейчас при вас только что бизикнула на решетку ставить горшочек а эта штука которая помогает достать этот противень вообще вот так по моему мне даже тесто задарились лаеное я думаю завтра заваять на половине тесто пирожки какие-нибудь так ну там у нас это моя мясорубка я не знаю делать такой обзор типа кусок начал с техники закончил кусочком кухни маслом вон в том я раньше я его вообще в карелии покупала и раньше в нем как бы чай был всякий разный ну травы в основном либо было тут на нем вообще написано мед где-то написано где-то написано да вот написано мед из этой карельской березы это а сейчас там соль либо та фигня в которой в советском союзе точнее в той квартире родственники мои но моя семейка в общем тех мои уже умершие родственники хранили соль она как бы совсем древняя вон там он в том таком квадратике коробочки деревянной дедушка деревянную коробочку ел там не этот миксер термос и вот эта мясорубка ну тут всякие это крахмал тут значит лук ну чеснок это чисто вот мелочь которая вся основная на балконе хранится тут эти все подставки под горячее вот это легке должно быть приятно которая легкая из тюмени из тюмени потом вот эту штуку тоже мне кто-то дарил честно не помню знаю что кто-то из подписчиков простите пожалуйста что я не помню кто из вас но спасибо я и пользуюсь в общем это масло тут у нас сейчас я покажу на окне у меня там маленький возможно бардак я не уверена а нет еще не бардак но цветы которые хотят это я свыду тогда я неделю с лишним назад уже привезла и к на как бы уже выкинуть чем я успела их все выкинуть прихватка тут эти помидоры снова подозрели я что-то видать ела ела и переела этих помидор я сейчас последний раз все созревшие помидоры я порезала засунула в контейнер и сумму морозилку в мешочке это яблоки с прошлого года яблоки короче сушеные осушила и рябина черная хорошо делать всякие там эти настойки скажем так ну в термо зафигачить там внизу петрушка потом немножко этого как он там шиповника и боярышник которая выдрах собирала и сейчас мы с вами вернемся в общем-то эту сушилку я думаю суда засунуть если она сюда не поместится то я придумал куда ее засунуть в любом случае те там свободно такое место есть да небольшой такой бардак я конечно не обогревала это все время не было там и стёте лопали это у нас ну с чаем я взяла немножко с чаем какая-то якобы молочная халва от тех самых людей где я покупала пастилота рядом направо внутри здания атака это какой-то сыр я забыла как его звать вот у меня один из этих сыров картошки и взяла немножко на пробу горшочек который мне задарили я забыла за что ну вот которым меня родственники угостили я про него забыла и вот он стоит варенье которое сама палила года полтора назад уже наверно два это яблочная облепиха которую как-то собрала когда гуляла тут за цветочный пирожок который я сегодня купила в атаке их было два чай в коробочке который поделился и наполила даже родственника который мне прислали не буду говорить кто не скажу ну и сейчас пойдем обратно надо мне это как бы показать вам внутри только вот сейчас прикладочку возьму в общем открываете это счастье и вот оно такое внутри ах вот оно вот оно мое счастье в общем у всем спасибо за просмотр такой внезапный видос наверно не совсем такой как вы хотели но уж какой есть извините всем пока кстати она очень легкая вот эта штука